Сомневаюсь, что хоть один енот посмеет вернуться сюда после того, как нанюхается этой дряни. Так вот, я сегодня прочитал в интернете про одного парня. Он установил у себя на газоне бочку, набросал туда мясо, и ночью еноты запрыгивали в бочонок. А назад выбраться не могли. Потом он подсоединил шланг к выхлопной трубе своей машины, надел на бочку крышку, и они задохнулись. Знаешь, вообще-то меня не вдохновляют эти разговоры по пять раз в неделю. Прости, не хотел быть занудой. Нам следует просто сделать двор без газона. Я тебе уже столько раз говорила. Знаешь, что полторы тысячи квадратных метров травы и установка системы полива обошлись недешево. Нельзя просто взять и выбросить их. Прошу, не говори со мной таким тоном. Я говорю с тобой нормальным тоном. Так, вот только не надо отрицать того, что ты повышаешь голос. У меня с головой все в порядке. Я знаю, что я слышала. Я не говорил, что у тебя непорядок с головой. Но ты это подразумевал. Ведь так, как будто у меня не хватает мозгов, чтобы судить о том, в каком тоне ты говоришь. Тогда, может быть, у тебя действительно проблемы? О, оно началось. Вот он момент истины. Так ты хочешь правду? Да, конечно, предсчитаю правду. Ладно, так вот, правда в том, что это ты ненормальный, ясно? Да понял, конечно, я ненормальный. С этими своими енотами ты ведешь себя, как гребанный идиот. Больной на всю голову. Говори, потише, мать твою. Или ты говори, потише, мать твою. Только попробуй разбудить Майлза. Ну вот, просто супер. Ты этого добивалась, не так ли? Чего именно я добивалась? Ты хочешь вывести меня из себя, чтобы у тебя был шанс напомнить мне, как меня это бесит? О, миссия выполнена. Когда ты вынуждаешь меня извиняться перед тобой, ты стоишь с ума и с ней и дискать кухни с перцем. Эй, я работаю на этом гребаном газоне ради нашего сына. Что? Ну да, конечно, я ненормальный. И, конечно же, ты нисколько не виновата во всем этом споре. А знаешь что? Иди и трахайся с этими енотами. Да уж скорее я трахну их, чем тебя.